Очень напряженный матч, интересный для болельщиков обеих команд. Хороший антураж, поддержка наших динамовских болельщиков. Очень приятно, что сегодня достаточно много было. Ну и соперник тоже ощущал поддержку со стороны своих болельщиков. Поэтому в целом, еще раз говорю, такой матч получился и интересный по антуражу, и интересный по событиям, которые происходили на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени есть удовлетворение от того, что матч Тура прошел в таком антураже, в таком накале борьбы и с таким итоговым счетом в нашу пользу. Если брать именно конкретно перипетии сегодняшнего матча, то забили быстрый гол в начале игры, хорошо подкарывалили отскок неудачный от вратаря. Вот поэтому Душанбакич так изловчился и хорошо сработал. После этого стратегическая такая, скажем, инициатива была на нашей стороне, и сопернику пришлось уже раскрываться где-то больше на мяче. Они даже владели мячом больше, если так взять, наверное, весь матч. Мне визуально показалось, что где-то контроль мяча все-таки соперник больше осуществлял сегодня. Но были острые моменты у нас и в первом тайме, и во втором тайме. И если брать именно непосредственно недоработку после пропущенного гола, то, конечно, когда счет стал 1-1, было тревожно. Но хорошо, что мы тут же воспряли и хорошо среагировали на вот эту ситуацию с пропущенным голом. И ребята опять чуть-чуть добавили. Мы провели отличную комбинацию. Даниил Зорин хорошо сработал в штрафной. С учетом того, что он центральный полузащитник, отлично из глубины открылся. И опять стратегическое преимущество по счету перешло на нашу сторону. Конечно, напряжение было серьезное. Соперник достойный, соперник серьезный. И в каком-то степени хочу сказать о том, что эта победа над конкурентом далеко еще ни о чем не говорит, потому что остается еще достаточно матчей. И турнирная борьба только начинается. Да, стратегически, еще раз говорю, победа важна, но еще борьба предстоит серьезная. А так, хотелось бы поблагодарить, во-первых, свою команду за самоотдачу, за мужской характер, за накал борьбы. Болельщиков наших, преданных Минского Динамо, которых сегодня было достаточно много, мы, конечно же, ощущали их поддержку. Ну и в целом, всех тех людей, которые причастны к сегодняшнему успеху нашей команды. Будут ли вопросы? Есть план на игру, есть стартовый состав, и менять футболиста в перерыве только из-за того, что он имеет желтую карточку, но это значит нарушать какой-то план на игру. Понятно, что футболисты опытные, и Леша Гаврилович, и Рома Бегунов. Естественно, получив карточки в первом тайме, просто нужно управлять своими эмоциями, управлять самообладанием для того, чтобы не получить вторую желтую карточку. Хотя это было достаточно непросто, особенно Роме Бегунову, потому что Лакулов очень активен был, мы это видели, вот, и Роме так непросто было. Но, тем не менее, Роман справился, и Леша тоже самое с эмоциями и самообладанием. Я не буду здесь оригинален, скажу так, что, конечно же, мы не планировали отдавать инициативу во владении мячом сопернику. Так получилось, что матч так складывался, что соперник больше контролировал мяч, то есть они заставили где-то нас больше безмечать виски. Спасибо. Антон Шеверинов, ясно о футболе. Вадим Викторович, ну, было ощущение, что замены довольно поздно все-таки пошли. Это была такая перестраховка, чтобы не внести в хаос игру, пока она идет, либо что-то другое все-таки? Давайте так, объективно, замены – это всегда следствие каких-то изменений в игре, да, то есть рисунка игры. Если я вижу, что команда держит структуру игры и, в принципе, физически и по структуре игры никто не проседает, но делать замену ради замены смысла никакого нет. Поэтому в какой-то степени те ребята, которые находились на футбольном поле до уже первой произведенной замены, вот они плавно выполняли на игру, поэтому никакого смысла что-то менять не было. Ну, а затем это уже такая череда перестановок, череда за счет свежих футболистов, скажем, удержать также рисунок игры, потому что, опять-таки, и соперник стал замены делать, и понятно было то, что мы, опять-таки, возвращаясь к тому, что мы больше действовали без мяча, и за счет свежих футболистов, вышедших на замену у Немана, вот, естественно, что они давление оказывали. И нам важно было тоже отодвигать игру и искать свои шансы в контратакующем стиле, для того, чтобы забить, наверное, третий гол и уже успокоить игру. Но, еще раз говорю, напряжение было высокое до финального сыстка. Как-то их отсутствие ощущалось? Ну, конечно, мы, когда мы теряем футболистов из-за дисквалификации, травм, естественно, что у нас каждая боевая единица, я постоянно об этом ребятам говорю, что каждый футболист важен в турнирной дистанции, в любом матче может быть важен. И, естественно, что так случилось, что уже к девятнадцатой игре нашей в чемпионате вот у нас пошли дисквалификации, Политевич и Быков пропускали. Но, тем не менее, хорошая бойма, хороший кадровый ресурс. И очень вовремя Саша Сочивка подошел в общую группу и, в принципе, сегодня отлично сработал. Поэтому в какой-то степени Саша заменил Сергея Политевича по позиции. В следующем туре тоже серьезная игра против Сегорского Шахтера. Может быть, уже есть какие-то мысли по этой команде? Мысли по Шахтеру мы пока не будем, конечно, заглядывать. Есть еще там 4-5 дней на подготовку. Единственное, что могу сказать, Шахтер в непростой турнирной ситуации. Надо, скажем так, решать свои задачи. Мы решаем свои задачи. Еще раз повторюсь, самая главная наша задача – это сейчас не довольствоваться тем, что мы, обыграв своего прямого конкурента, уже решили исход турнирной борьбы. То есть, чем ближе концовка чемпионата, тем матчи будут более по накалу сложные, более напряженные. И вот здесь, когда возрастает вот это напряжение, естественно, что нам важно не терять концентрацию, нити игры, а стремиться побеждать в каждом оставшемся матче. Поэтому с Шахтером будет довольно сложно и трудно играть, даже в этом не сомневаюсь. Спасибо. Екатерина Гречина, Беларусь-5. Вадим Викторович, учитывая, что многих игроков у вас забирали в сборную, как проходил их в такой подготовке к матчу? Ну, конечно, после того, как ребята отлучаются в сборную, национальную, молодежную, естественно, самая главная задача – это привести их под общий знаменатель, а это касается их физического состояния, потому что кто-то играл в стартовом составе матч против Израиля, кто-то выходил на замену. И вот здесь очень важно, скажем так, умение тренерского штаба правильно среагировать на эту ситуацию и дозированно подойти к каждому в лично индивидуальном плане. Поэтому в этом отношении, если вы заметили, сегодня у нас и Иван Бахар, который не играл за национальную сборную, в принципе, сработал отлично. Влад Морозов играл с Израилем практически всю игру, по-моему, и сегодня тоже хорошо двигался и оказывал давление на оборону соперника. Ну, Артем Быков у нас дисквалифицирован был, Саша Селява тоже самое, да, вышел на замену только с Израилем, в первой игре не участвовал, поэтому отлично сработал. Но, опять-таки, это все наши ведущие футболисты сборники, поэтому у нас другого выхода, как задействовать их в таком ответственном матче, как с Гродинским демоном, просто не видится другой ситуации. Поэтому все отлично отработали, ребята. Как вам играла Бакича? Он получил награду лучших игрок месяца. Замотивированы ли это его сегодня? Кстати, Бакич тоже у нас был в национальной сборной Черногории, да, и довольно успешно там команда сработала, но Душин не играл ни в одном из матчей за свою национальную сборную. Понятно, что Душин тот футболист, который, не имея игровую практику за сборную, когда вернулся в расположение клуба, очень я видел его такую эмоциональную составляющую, что он очень рвался сыграть в этом матче, и это как бы даже сомнение не подвергалось, то, что он будет в стартовом составе. Хорошо сработал сегодня, поэтому я думаю, что вы вправе тоже оценить его игру, потому что он большой объем сделал и забил очень важный гол. Спасибо.